МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Канал ТВ-Пробуждение рад представить вам очередной выпуск проекта «Регрессии. Открытие, возможности, результаты». Мы продолжаем вместе с вами познавать наш удивительный мир. И сегодня поделимся первым фрагментом большой исследовательской регрессионной сессии. Как мы уже не раз отмечали, регрессионные исследования в процессе крайне увлекательный, но зачастую не очень простой. Информацию приходится собирать буквально по курпицам, идя по терринкогнито и продираясь сквозь стернии, и не всегда к звездам. И, конечно, всех встречных поперечных, безусловно, приходится проверять на принадлежность к тем или иным силам. А интерес представляет собой любой контакт, потому что именно при общении с представителями иных цивилизаций удается добывать самые спелые и сочные вишенки. Наша сегодняшняя регрессантка, войдя в транс, оказалась в другом мире, расположенном в удаленной галактике. Вернее, галактика оказалась аж две. И наша героина попала туда как раз в момент их слияния. Разобраться в происходящем ей помог некто, представившийся проводником. Что ж, друзья, давайте посмотрим, как это было. Мы остановились. Ну, очень хорошо. И что ты видишь? Две галактики рядом. Ты их никто не называл. Хорошо. А спроси у него, они далеко находятся от Млечного Пути? Далеко. Но они похожи на наши галактики, на Дромеду и Млечный Путь. Они тоже начинают взаимосвязываться. Вот. Мы спускаемся. А вы спускаетесь на ту галактику, которая чуть больше или которая чуть меньше? Которая чуть больше. Край. В крайний рукав. Там какая-то сейчас происходит баталия. Мы подлетаем к какой-то системе, и происходит война, шутают корабли, и идет бой. Между кем идет бой? Сказал, что не ожидал, что это произойдет прямо сейчас, прямо перед нашими глазами. А между кем? Говорится, между этой цивилизацией и другой, которая на другой галактике, соседней. Спроси у него, если цивилизации довольно развитые в технократическом плане, то почему же они стали воевать? Там что-то связано с тем, что эти галактики сливаются, и кто-то в этом виноват из них в ускорении процесса. Ты просто сейчас воспринимай этот пакет и сохраняй его. Потом его распакуешь. А спроси его, знает ли он, кто победит? Он говорит, нет, потому что он видит такое третий раз. И обычно это заканчивается ничем. То есть ничьей. Ничьей. Никто не побеждает, да. Итак, «Звездные войны» вполне себе реальны. И результат у таких сверхглобальных столкновений, как правило, один и тот же. В огне тотального разрушения. Проигрывают все. Наверное, нет ни одной галактики, не познавшей ужасов войны, завоеваний, уничтожений, распада. И, разумеется, наш Млечный Путь не исключение. Да даже Солнечная система подобные конфликты видела далеко не раз. И их следы, как мы понимаем, можно найти до сих пор. Как на Земле, так и в других местах нашей планетной системы. Но об этом, конечно, отдельный разговор. Что ж, друзья, спасибо вам за то, что вы идете с нами одним путем. Ставьте лайки и комментарии под этим видео. Делитесь им с друзьями, ведь чем больше людей понимают, как в действительности устроен мир, тем выше будет наш общий уровень осознанности. И тем быстрее мы перейдем на следующий уровень развития. Будем вам также признательны за любую, даже самую для вас незначительную финансовую поддержку. Наш проект, как вы понимаете, является полностью некоммерческим и создан исключительно в целях вашего и нашего просвещения. Удачи вам и до встречи в регрессии, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok